Приветствую вас. Давайте будем смотреть, что у вас получается. Значит, я изменил жене, пишите вы. Был роман три месяца, она об этом знает. Так, ну, начнем, пожалуй, с того, что три месяца этот срок довольно большой и вряд ли вы за три месяца не отдавали себе отсчета в том, что делали, в том, что происходило, да, в том, что было между вами и вот этой вот женщиной другой, с которой вы встречались какое-то время. Вот. Соответственно, смотрите, три месяца, три месяца, да, срок большой. Вы ведь это делали не просто так. Вам ведь что-то нудно было. Вы ведь своей жене изменили почему-то. Даже не изменили, а изменяли, я полагаю. Так правильнее будет сказать. Потому что изменили это один раз, а вы-то в течение трех месяцев, да, если я правильно понял, изменили. А вот. Так что? Что вас не понравилось? Чего хотелось? Что было нужно? Чего не хватало? Чего не хватало вам? Какую потребность не удовлетворяла ваша жена, что вы изменили? А за что вы ненавидите себя? Ну вот. То, что вы говорите, да, что я себя ненавижу и так далее. Так, а чего ненавидеть-то? Вам сегодня не хватало. Вы хотели это получить. И, в общем-то, вы это получили. И это, в общем и целом, нормально. Нормально. То есть, ну, нормально уже получать то, что вам хочется. Нормально получать то, что вам не хватает. А нормально, когда человек чем-то нуждается. Нормально, когда человек чего-то хочет и к этому стремится. Это нормально. И здесь немного непонятно, почему вы себя вините за это. Получается, что вы своей жене, например, да, не говорите о том, чего вам хотелось бы. Не говорите ей о том, чего вам нужно. Не говорите ей о том, что вас не устраивает, что вас не удовлетворяет. И вместо этого ей изменяется. Почему? Так. А все потому же. Все по прочей причине, что вы не принимаете своих желаний. Знаете, если вы не позволяете себе что-то, если вы не позволяете себе чего-то, то, естественно, эти желания рано или поздно дадут о себе знать. По-другому не может быть. Это даст о себе знание. Рано или поздно. И вот у меня к вам вопрос. Почему же вы это скрывали? Почему же вы это оприцали? И, вероятнее всего, оприцаете это до сих пор. То есть вы до сих пор себе не позволяете хотеть. Вы до сих пор не позволяете себе желать того, чего желаете. У меня вопрос только почему. Почему так? С чем это связано? Когда вы начали себе запрещать хотеть чего-то? Далее. Далее. Далее такой важный момент. Вы пишете, что ваша жена, ну, знала об этом или знала. Вот. Почему она об этом узнала? Как она об этом узнала? Вы ей сказали, может быть, или... Она сама как-то узнала. Но, в любом случае, не специально ли вы, случайно, позволили ей узнать об этом? Чтобы, допустим, она обвиняла вас. Чтобы, может быть, вы винили себя еще больше, чем дает. Ведь вы не позволяете себе чего-то хотеть. Значит, чувство вины-то у вас есть, и оно довольно сильное. Вот. В этом тоже, пожалуйста, подумайте как следует. Да. Дальше. У нее есть интернет-знакомство, как говорит этот человек, ей нравится. А интернет-знакомство и этот человек появились до того, как вы изменили или начали изменять своей жене. или после. Потому что это важно. Если до, то это одно. Если после, то это другое. И если до, то получается, что, может быть, именно поэтому вы и изменяли своей жене. Ну, как одна из причин. Если после, то это как уже мисс, такая своего рода вам, имеет место быть. В любом случае, с этим нужно разбираться. То есть нужно смотреть, как это знакомство у нее появилось, когда и что его обословило. Опять же, это означает, что ваша жена, она также в чем-то явно не удовлетворена с вами. И вопрос заключается в том, хотите ли вы, готовы ли вы что-то делать, чтобы ваша жена получала то, что ей нужно. Чтобы ваша жена получала то, что ей хочет. То есть вы говорите о таких вещах, да, как прощение. Но зачем вас, например, прощать? Для чего вас прощать, если ситуация по сути своей, например, не меняется? То есть вы, например, не осознали и не приняли пока еще того, почему вы своей жене изменились. То есть вы себя просто обвиняете и все. Но обвинениями мало чего можно добиться на самом деле. Обвинения это ничего не дают, вообще ничего. Поэтому, если вам хочется реальную ситуацию разрешить, то именно заниматься обвинениями себя я рекомендую вам прекратить. Потому что вы несете ответственность за то, что произошло, ну, ровно половину ответственности, как и ваша жена. Потому что, ну, вы же вместе с женой. Значит, и ответственность вы несете тоже вместе. Не так, что только один человек, да, то есть только вы, вот только вы виноваты во всем. Ну, я не думаю, что это правильно и, в общем-то, не думаю, что это верно и не думаю, что это может привести к чему-то хорошему, к чему-то адекватному. Ну, к чему-то, знаете, скажем так, к чему-то прогрессивному и полезному именно для вас. Вот так. Вот, скажем так, я думаю. Поэтому обвинять себя перестаньте. Ничего хорошего из этого не выйдет. Абсолютно. Ничего. Значит, у нас есть ребенок 4 года. Ну, я понимаю ваше чувство. Я понимаю, что ребенок 4 года. Понимаю. Ну, и вы тоже, в свою очередь, постарайтесь понять такую вещь, что... Ну, вы когда изменяли, вы себе о ребенке не думали? Правильно? Нет? А почему вы теперь о нем вспомнили? Что вот ребенок у вас? А раньше? Где вы были раньше? Понимаете? Если вы написали, например, что у вас ребенок, да, если вы написали, что у вас ребенок, то, наверное, вы написали об этом, ну, для чего-то. То есть, ну, что-то вы хотели этим сказать, что-то вы, наверное, хотели этим донести. Ну, вот. Но, что именно? Что именно? Что именно? Чего именно вы хотели донести этим, что у вас ребенок? Пока непонятно. Согласитесь. То есть, ну, ребенок, хорошо, и что дальше? Это должно как-то, по вашему мнению, отношения между вами и вашей женой сохранить. Вы серьезно так считаете, что у ребенок сохранит ваши отношения? Нет, я помню, что вы сказали, я помню, что вы сказали, что, как бы, жена считает, что нужно делать себе больно, там, ребенку и так далее. Ну, жена может считать что угодно, только вы не правы, если думаете, что ребенок ничего не чувствует, им не видит и не осознает. Вот. Вот только в этом вы, пожалуй, не правы. А так, в принципе, непонятно, для чего вы написали, что у вас ребенок 4 года. То, что жена придает значение ребенку и из-за ребенка от вас не уходит, это, скорее всего, неправда. Потому что, как бы, ну, если бы дело было в ребенке, она бы, скорее всего, от вас ушла. И уж точно она не занималась бы с вами сексом и так далее. Если бы хотела уйти. А так, так это все очень похоже на то, что ваша жена понимает, что где-то она допустила ошибку, значит, что-то она сделала не так. И вот она, значит, так вот, чтобы вы не подумали, что она простила вас, так она, значит, себя ведет. Ну, такая, что-то вроде хитрости, знаете, женщины. Вот это, вот это напоминает. А не то, что она не уходит с вами, не уходит от вас, точнее, из-за физиологии и чего-то еще. Ну, правда, это вредно, что из-за физиологии она не уходит. Дальше, значит, я люблю ее безумно, сам себя за твой поступок ненавижу. Ну, я вам уже говорил, в принципе, об этом, что тут ненавидеть себя нужно, да? Тут надо анализировать, что произошло, что случилось, как так вышло, да? Чего вам не хватало, и, значит, корректировать свое поведение. Уже, скажем так, немножечко более осознанно, да? Вот. Это вот будет куда лучше, чем то, что вы делаете сейчас. Далее. Значит, она говорит, что не любит меня, но никуда не уходит. Ну, тут нужно анализировать, понимаете? То есть, если вы действительно своей женщине даете что-то такое, без чего она не может, да? То это одно. Если она в целом независимый человек, ну вот просто в целом независимая она, но не уходит от вас, то это, извините меня, ее выбор. Да? То есть, это просто ее выбор. И она, ну не то чтобы прямо, может быть, обманывает вас, да? То есть, именно про обман я не говорю. Именно про обман я не говорю. Но она определенно что-то хочет вам этим сказать. Она определенно хочет что-то давать. Вот. Это вот то, что я надеюсь, вы стараетесь как-то вот для себя понять. Вот. Значит, дальше идем, дальше идем. Вы пишите о том, что она не хочет делать больно сыну и родню. Ну, признаться честно, признаться честно, данная формулировка не вызывает у меня доверие. Потому что человек, вы хотите сказать, ставит себя, приносит себя в жертву ради, там, я не знаю, ради родных, ради сына и так далее. Проблематика. Проблематика вся в том, что человек, если он сознательный, если он здоровый психологически, но он не будет приносить в жертву себя. Понимаете? Понимаете? Вот. И так далее. На то, что с вами можно что-то там решить, что-то можно с вами, к чему-то можно с вами прийти. Вот. И так далее. Опять же, может быть, я не прав, но так мне кажется. Вот. Значит, дальше. Дальше идем. При этом секс у вас газ каждый день, как вы говорите. Ну, то есть, ей все равно, что вы изменяли, да, ей как вообще, ну, ей плевать, да, что вы изменяли, ей плевать, что у вас был роман, но все равно с вами спит. Вот. Ну, и вот вы сами как думаете, с чем это связано? Вот вы сами как думаете, какова причина такого поведения? Ну, очевидно, очевидно, что человек, он вас нуждает, да, очевидно, что человек не хочет рушить семью, да, вот, очевидно, что человек не хочет все как бы уничтожать. Да, то, что у вас там было, то, что между вами было, но вот вы и подумайте сами. Вы можете как-то ей помочь в этом? Вот. Вы можете как-то что-то сделать, чтобы, ну, чтобы ей было лучше? Вот тут вам коллега мой, он рекомендовал, да, чтобы вы, значит, ну, чтобы вы вели себя так, как раньше, да, в романтических отношениях. Ого. Это хорошая рекомендация. Я рекомендую вам к ней прислушаться, но нужно, еще раз вам говорю, нужно понять, почему так случилось. Почему то, что произошло, стало возможным вообще. Вот. И тогда уже можно будет из чего-то исходить. Значит, во-первых, вам необходимо с вашей женщиной разговаривать. То есть не бойтесь с ней разговаривать, не бойтесь с ней обсуждать проблемы, которые у вас есть, которые у вас могут быть, которые у вас возникли там на разных этапах отношений. Вот. Смело заявляйте о своих желаниях. Говорите, что меня не устраивает там то-то, 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 например. Или что мне бы хотелось там того-то, 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 то-то. Например. Это, опять же, например. Это все просто как пример. Вот. Разговаривайте. Ну, со своей женщиной. Говорите с ней. Как бы никто не телепат. Но она сама не догадается о том, что вам нужно, чего вы хотели бы, что вам необходимо. Она не догадается. Потому что это невозможно. Невозможно догадаться. Понимаете? Вот. Только вы можете с тем, что вот будете ей говорить, да. Вот. Только вы можете, значит, ну, как-то ее привести к этому. Вот. Вот. Это вот то, что вы можете сделать. Если будете говорить про ошибки, например. Ну, например. Про свои ошибки. Про то, что вы не получали. Про то, что вам хочется. Если будете ориентироваться на нее. Так же. Что все у вас будет нормализовываться. То есть даже если отношений там, как бы, ну, недостаточно, да. Даже если отношений ваших, если они, ну, не вытягивают, например. Да. Просто, ну, просто вот не вытягивают. Это ведь ничего страшного. Всегда можно поправить. Главное, чтобы вы оба были нацелены именно на себя. То есть друг на друга. Вот. Что главное. Понимаете? И тогда все получится. Тогда проблем никаких не будет. У вас. Не обращайте внимания, ну, старайтесь. Старайтесь не обращать внимания, да. На то, что у нее есть там парень какой-то. То есть вполне вероятно, что она его просто использует для своих каких-то целей, да. Вот. И все. Ну, это нужно, опять же, знаете, это нужно разбирать. То есть вот нужно смотреть. Нужно смотреть. Нужно смотреть. Нужно смотреть. Что там у вас происходило с вами, да. Что там у вас было. И так далее. И постепенно, постепенно, я думаю, что вы наладите отношения. Почаще разговаривайте. Побольше. Позвольте друг другу время. Вот. Вспомните, чем, например, увлекается ваша жена. Старайтесь ей побольше отдавать того, что она хочет, того, что ей нравится, того, что ей необходимо. И я думаю, что со временем ситуация придет по тому, что ваши отношения, они улучатся. Настолько, насколько это возможно, именно возможно. То есть не говорю, что они станут лучше, однозначно. Потому что тут слишком много всего-всего непонятно. То есть непонятно, как там получилось так, что вы, ну, оба, по сути, друг другу изменяли. Да. Вот. То есть тут нужно со всем этим, нужно разбираться. Ну, я думаю, что сложности в объектах не должно быть. Если у вас есть желание, все можно разобрать, все можно подкорректировать. Вот. Можно даже попробовать создать портрет, значит, вашей женщины. Да. Да. Вот. И, соответственно, исходя из этого уже предпринимать какие-то шаги. для того, чтобы отношения нормализовать. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, то я буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.